Внимание Сборная команда «Санкт-Петербург» выступает социально. Дмитрий Светротольцев, Андрей Маклевев, Викита Захалова и Дмитрий Янченко. Финальная встреча судьи Илья Бернацов и судья международной категории Вячеслав Гриборнов. Сегодня приглашаются участники «Санкт-Петербург» Павел Магрин и Никита Соколов. Команду приветствуют! Здравствуйте, друзья! Добрый день, уважаемые любители фехтования! Мы начинаем наш очередной уже шестой репортаж из Сочи физкультурно-спортивного комплекса «Югспорт». Точнее, спортивно-тренировочный комплекс «Югспорт». Вот как он правильно называется. Извините меня, пожалуйста. Сегодня два финала. Командные соревнования по рапире у юношей и у девушек на первенстве России среди юниоров. И сейчас состоится первый финальный поединок у юношей, как вы видите. Участников и арбитров встречи представление вы видели только что. На дорожке сборная команда первая сборная Московской области и сборная Санкт-Петербурга. Ну, надо сказать, достаточно интересно. Во-первых, этот финал. Вообще интересно проходит турнир. Собственно, интересно проходит и весь чемпионат. Но вот что сегодня было такого примечательного? Ну, во-первых, одним из фаворитов, конечно же, была сборная Башкортостана. Башкирские фехтовальщики в личном первенстве завоевали золотую медаль и две бронзовых. То есть три медали всего они завоевали. Но здесь первая команда Башкортостана дошла до полуфинала, где встретилась с петербуржцами. И петербуржцы выиграли, причем выиграли уверенно, 45-33. Ну, а сборная Московской области победила фехтовальщиков из Самарской области. 45-36 в Самарской команде. Такой необычный факт. Выступало два братских дуэта. Это Кирилл и Антон Бородачевы и Виктор Игорь Широковы. 45-36 башкирская сборная выиграла, завоевала бронзовые медали. Обладателями бронзовых наградок стали Искандер Ахметов, Марат Бакиров, Александр Виноградов и Владислав Журавлев. Ну, а четвертое место я уже назвал состав сборной Самарской области. Ну, повторю, Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Виктор Широков, Игорь Широков. Итак, а у нас финал Санкт-Петербург, Московская область-1. Что сказать об этих командах? Ну, если брать рейтинг, если брать положение спортсменов в рейтинге, то, наверное, команда Санкт-Петербурга можно назвать ее фаворитом. Перед началом этого турнира вообще питерцы возглавляли. Два спортсмена, я имею в виду, из Санкт-Петербурга возглавляли всероссийский рейтинг. Андрей Матвеев шел первым, Никита Соколов вторым. Но в личных соревнованиях они выступили не очень удачно. Как, собственно, и другие петербургские раперисты. Лишь в 16 вошли Дмитрий Янчев и Богдан Бармаков и Дмитрий Сребдольский. Из них Янчев и Сребдольский в составе команды. Ну, Янчев пока запасной, а Сребдольский в следующем бою выйдет. А считавшиеся одними из фаворитов Никита Соколов и Андрей Матвеев завершили борьбу уже в 1-16 финала. И в итоговом протоколе оказались на 23-м месте Соколов и на 27-м Матвеев. Но, тем не менее, за прошлые заслуги, можно сказать, за заслуги, которые в течение всего сезона они завоевали, Матвеев сохранил за собой второе место. Точнее, он делит его с Григорием Семенюком, фехтовальщиком как раз из сборной Московской области, лидером этой команды. У них одинаковое количество очков. Никита Соколов занимает 5-е место. Дмитрий Янчев 14-е и Дмитрий Сребдольский 15-е. То есть, видите, так все спортсмены достаточно ровно. В верхней части всероссийского рейтинга идут. Что касается команды Московской области, то там, как я уже сказал, Григорий Семенюк делит 2-е и 3-е место с Андреем Матвеевым. Ну, вот дальше идет Павел Кармин, 12-й. А еще два фехтовальщика располагаются пониже. Олег Морозов 28-й, а запасной команда Дмитрий Игнатов 35-е место в рейтинге занимает. И вот поэтому более ровный состав заставляет предположить фаворитом в этом поединке сборную Санкт-Петербурга. Но все-таки фехтуют по три спортсмена. В составе московской команды Московской области двое фехтовальщиков как минимум не уступают питерцам. Павел Кармин, Григорий Семенюк и если Олег Морозов или, может быть, если вместо него выйдет Дмитрий Игнатов, затем они сумеют оказать петербургским фехтовальщикам тоже сопротивление, то вполне, конечно, вероятно, что сборная Московской области сумеет навязать петербуржцам борьбу. Тем более, что сейчас она выигрывает 3-1 на дорожке справа Павел Кармин, слева Никита Соколов. Павел Кармин 96-го года рождения, то есть это он завершает выступление по юниорам этим сезоном. В этом сезоне он был вторым на всероссийских соревнованиях в Уфе. Ну а на первенстве России два дня назад вошел в восьмерку сильнейших. Ну и, как я уже сказал, в рейтинге 12-й. Выступал он и на этапах Кубка Мира юниорского, но без больших успехов, так скажем. Итак, как я уже сказал, в рейтинге 12-й. Его соперник Никита Соколов, один из тех, кто в этом году добивался успеха и на международной арене. Он занял третье место на этапе Кубка Мира в польском городе Лешна. Был третьим также на международном турнире в Испании. Там в Испании в городе Терраса в декабре прошли два турнира подряд. Вначале был этап Кубка Мира, а на следующий день международный турнир, юниорского Кубка Мира, конечно. А на следующий день был международный турнир, который входил в состав европейского молодежного цикла для спортсменов в возрасте до 23 лет. Так вот, в первый день на этапе юниорского Кубка Мира Соколов стал 11-м, а вот на второй день занял третье место. Хотя состав, по идее, был посильнее. Все-таки участвовали и более опытные спортсмены. Ну и сейчас он в рейтинге пятый. Был вторым, но неудачно выступил в личном первенстве. А 23-е место для него, конечно, удачным считаться не может. И отодвинулся на пятое место. Однако шансы, наверное, попасть в основной состав команды и принять участие на первенствах мира, в первенствах Европы, в этой возрастной группе, у него, я думаю, что еще есть. Потому что впереди у спортсменов в этой возрастной группе будет этап Кубка Мира во Франции, в Экс-Сан-Провансе 30 января и еще 14 февраля в Удино, в Италии. Конечно, Соколов попадет на эти турниры и в том случае, если он выступит лучше своих конкурентов, наверное, сможет поехать и на главные старты сезона. Но мы пока запишем счет 5-3 в этом поединке. Павел Кармин выиграл. Напомню, что каждый поединок идет до количества уколов кратного 5. То есть первый идет до 5, дальше до 10, до 15. Ну и, наконец, заключительный 9-й до 45 в командном первенстве. Либо 3 минуты по времени. Ну, сейчас спортсмены закончили раньше, 5-й укол нанес Павел Кармин. Следовательно, следующий поединок будет до 10-го укола. А на дорожке петербуржец Дмитрий Сребетольский. Слева, а справа Григорий Семенюк. Представитель сборной Московской области. Надо сказать, что после личного турнира в споре в рейтинге во всероссийском сложилась, ну, не знаю, просто уникальная ситуация. Ну, чемпион России Искандер Ахметов из Башкортостана. Кстати, у него был 11 января, совсем недавно день рождения, ему исполнилось 19 лет. Он набрал 102 очка и немножко оторвался от всех. А вот дальше, я вам буду называть фамилии и количество очков. Такая плотная группа спортсменов идет, такая упорная борьба за право поехать на международные старты, точнее, на главные международные старты, на первенство Европы в Новесаде и на первенство мира в этой возрастной группе среди юниров Буржи. Смотрите, второе и третье место Андрей Матвеев, Санкт-Петербург и Григорий Семенюк, которые сейчас на дорожке находятся, у них по 80 очков. Четвертое и пятое делят Алексей Чуев из Нижегородской области и Никита Соколов, который, опять же, только что был на дорожке, у них по 78 очков. То есть у двоих 80, у двоих 78, а еще у двух спортсменов по 76 очков. Это Владислав Журавлев из Башкортостана и Александр Сироткин из Московской области. Но это еще не все. 72 очка у москвича Максима Лавягина, который, правда, большую часть из них набрал, заняв второе место на этапе Кубка мира в Братиславе. 72. 69 у Марата Бакирова из Башкортостана, выигравшего бронзовую медаль на этом турнире. 61 у Евгения Ломтьева из Ярославской области. 60 у Кирилла Бородачева, 15-летнего самарского рапериста, но который, скорее всего, все-таки будет выступать в кадетских турнирах. В том числе, кстати, и в первенстве России среди кадетов, я думаю, так. Ну, хотя не знаю. Это надо узнавать у тренеров. И, наконец, вот Павел Кармин, 58 очков, занимает 12 место. То есть, видите, фехтовальщика, занимающего 12 место, отделяет от спортсмена, занимающего второе место, 22 очка всего. Что означает, что при удачном выступлении на международном арене, а ближайшие этапы Кубка мира идут с коэффициентом полтора, спортсмен, занимающий место в районе 10-го, может тут же ворваться в сборную команду. Ну, вернемся на дорожке. 7-6, 8-6. Григорий Семенюк сделал счет. 3-3 пока в этом поединке именно его Семенюка с Дмитрием Средбодольским. Ну, а команда Московской области сохраняет отрыв в два укола и арбитр встречи Вячеслав Егоров. Вот вы видите. Сегодня девятый укол наносит Григорий Семенюк. Я хочу сказать, что сегодня после этого поединка будет разыграна золотая медаль в соревнованиях девушек. Ну, а, собственно, мы немножко задержали, потому что вот вынуждены были ждать именно как раз девушек. Поединок за третье место проходил. 10-6 тем временем счет стал. Со счетом 5-3 Семенюк обыграл Средбодольского. И 10-6 сборная команда Московской области. Ну, вот теперь у петербургцев их лидер, если судить по рейтингу, Андрей Матвеев. Второе место у него в рейтинге по всероссийскому. И третий как раз номер команды Подмосковья Олег Морозов. То есть у петербуржцев сейчас неплохой шанс на то, чтобы отыграть отставание, как минимум. Ну, впрочем, это не значит, что Олег Морозов сейчас сдастся без боя. Конечно, нет. Итак, третье место в соревнованиях девушек завоевала вторая сборная Москвы. Был очень интересный поединок за третье место. Москвички из второй команды встречались с раперистками Башкортостана. Даже девять уколов вели башкирские раперистки в седьмом бою. Но, тем не менее, москвички их достали и в итоге все-таки опередили. Выиграв 45-41 встречу и бронзовые медали. Сегодня вообще большой фехтовальный день. Проходят этапы Кубка Мира среди взрослых, среди юниоров. И я с радостью хочу и вас тоже поздравить. Рад сообщить вам, что в соревнованиях женщин в Гданске уже определилась четверка сильнейших. Это этап Кубка Мира среди взрослых. И там туда вошли две российские раперистки. Финалистки чемпионата мира московского прошлогоднего. Инна Дереглазова и Аида Шанаева. Ну, кроме того, четверку сильнейших составили две итальянки. Мартина Ботини и Ариана Эрига. Было немало сюрпризов. Так, польская раперистка Мартина Елинска, до этого не добивавшаяся особых побед, победила лидера мирового рейтинга, олимпийскую чемпионку Элизу Дефранчиску. Со счетом 15-9. Это, конечно, в одной восьми финала это случилось. Это было неожиданностью. Наши спортсменки тоже преподнесли сюрприз приятный. Очень здорово выступала Анастасия Иванова. Она, обыграв последовательно кореянок Сэо Инхон 15-5, Джон Хисук, очень сильную корейскую раперистку 15-6, встретилась в одной восьмой финала с самой Валентиной Витцали. И выиграла эту встречу. Да как выиграла? 10-4. В следующем туре в четвертьфинале она встретилась с Ирианой Ириго. Уступила, но уступила в упорнейшей борьбе. Единственный укол 14-15. Поэтому Анастасия Иванова, хотя и осталась без медали, ну, конечно, может занести этот турнир себе в актив, поставить себе за него большущий такой плюс и несколько раз еще обвести его такой жирный, хороший плюс. Ну, а у нас здесь, видите, Андрей Матвеев вначале сократил разрыв до минимума 9-10 с Олегом Морозовым. Потом Олег Морозов нанес еще два укола 12-9. Почти вернул команде Московской области преимущество. Ну, вот сейчас четыре укола подряд нанес Андрей Матвеев. Вышел вперед 13-12. И вот только что, секунду назад, Олег Морозов вновь ситуацию выровнял. 13-13. Матвеев атакует. Удачно. Морозов, впрочем, тоже не добивается успеха. 13-13. Это третий бой. Он идет до 15-го укола. Ну, вот снова Андрей Матвеев выходит вперед. Готово. 14-13. Атака Морозова не принесла ему желаемого результата. А Матвеев, Матвеев точен 15-13. Ну, что, запишем, что 9-3 выиграл встречу Андрея Матвеев. Ну, и сделал, собственно, ровно то, о чем мы говорили. Сравнял счет и даже вышел вперед. А теперь Павел Кармин, Дмитрий Сребдольский. Да, 9-3. Возможно, после такого счета последует и замена. Ну, это прерогатива тренеров команды Подмосковьем. А пока пауза небольшая. Я хочу еще сделать одно очень важное дело, а именно поздравить с днем рождения. Сегодня у двух замечательных людей день рождения. Это у президента технического директората этого турнира Виталия Константиновича Бурнацева. И у режиссера нашей трансляции Даниила Гудкова. Поздравляю их. Желаю здоровья, счастья, ну и новых успехов во всех, во всех делах. Продолжается поединок. 15-14. 15 петербуржцев впереди, потому что Павел Кармин один укол у Дмитрия Сребдольского отыграл. Павел Кармин, я, в принципе, уже о нем рассказал в первой встрече. С Дмитрием Сребдольским в этом сезоне Кармин встречался всего один раз. Причем, что интересно, произошло это не во время многочисленных турниров, которые проходят в нашей стране, а произошло это в Бангкоке на этапе Кубка мира. 15-13 тогда выиграл Кармин. И, собственно, больше пути их не пересекались. Ну, что касается Дмитрия Сребдольского, то он 15-й во всероссийском рейтинге. И в этом году наивысший его успех – это 8-е место в первый день на турнире сильнейших памяти Володиной Воденцова. Выступал он тоже на международных соревнованиях, на всероссийских, но больших успехов не добился. На первенстве России здесь был 14-м. Вот такой результат. Но в командном турнире, как видите, и он, и Павел Кармин уже с медалью. И поединок очень упорный между сборными Санкт-Петербурга и Московской области. 15-15 счет. Эти команды этих регионов в Рапире соперничают по всем возрастным группам. Ну, наиболее, конечно, наверное, интересное соперничество среди взрослых. Дело в том, что и за сборную Санкт-Петербурга выступают очень сильные рапиристы. Дмитрий Ригин, Артем Седов. Ну, а сборная Московской области – это вообще фактически один из вариантов сборной России. Там Артур Эхматхузен, Риналь Ганеев, Алексей Хованский. Кстати, рапиристы наши в это время тоже выступают на международном турнире. В Париже проходят эти соревнования. Ну, вот если, как я уже сказал, в Гданьске у женщин определилась четверка сильнейших, то мужчины еще борются за право войти в восьмерку. И продолжают эту борьбу трое российских фехтовальщиков. Это как раз Дмитрий Ригин. Ох, Дмитрий Ригин, вот, только что я открыл сайт, выиграл у француза Максима Пати 15-9. И вошел в восьмерку сильнейших. А вот Алексей Хованский, к сожалению, проиграл Мадзян Фею из Китая 11-15. Завершил борьбу. Ну, Алексей Хованский тоже может занести, наверное, этот турнир себе в актив. Он выиграл у сильного японца Кенте Чидо 15-7. А потом победил британца Джеймса Эндрю Дэвиса, экс-чемпиона Европы. Призера чемпионата мира, победителя многих этапов Кубка мира. Ну, в общем, одного из сильнейших раперистов мира обыграл Алексей Хованский 15-12. И... Ну, вот Мадзян Фею другому очень сильному представителю только из Китая все же уступил. Ну, и Дмитрий Трофимов сейчас встречается с итальянцем Даниэлем Гороцци. Такой приятный сюрприз. Выход число 16 сильнейших Дмитрия Трофимова. Ну, пожелаем ему удачи во встрече с одним из фаворитов, итальянцем Даниэлем Гороцци. Ну, вернемся из Парижа, где мы так виртуально только что были. В Сочи, где мы присутствуем материально. Со счетом 19-15 сборная Московской области впереди. А вы знаете, что это означает? Я вот как-то отвлекшись на дела международные, немножко упустил. Это означает, что Павел Кармин нанес-то 6 безответных уколов Дмитрию Сребдольскому. Вот Вячеслав Егоров. Атака. Защита, ответ. Защита, ответ. 16-й укол все-таки наносит петербургская команда. Дмитрий Сребдольский наносит укол. 6-1 счет становится в пользу Кармина в этой встрече. 19-16 сборной сборной Московской области. Ох, ох, как красивая. Очень красивая атака Павла Кармина. И 20-16. Смотрите, подмосковные фехтовальщики на поражение 3-9 в предыдущем бою ответили победой 7-1. И вот сейчас Олег Морозов, Никита Соколов. Выходит на дорожку. Вот как раз Олег Морозов, как я уже сказал, третий номер сборной Московской области. И предыдущий бой он уступил Андрею Матвееву, после чего петербуржцы вышли вперед на некоторое время. Но вот сейчас он снова выходит, когда сборная его впереди на 4 укола. Но, видите, буквально за считанные секунды... Да, 7 секунд всего прошло, а Никита Соколов нанес 3 укола. Да. 3-0. Но все же 20-19 впереди. И еще сборная команды Московской области. И уже 20-20. 4 укола за 8 секунд. Ну, наверное, еще Никита Соколов и очень неудобный соперник для Морозова. Они встретились дважды. Правда, в пульке на турнире памяти Володиной. В Одинцово. Ну, правда, пулька. Правда, это еще был август. Но, с другой стороны, Соколов выиграл оба раза. Причем выигрался результатами 5-1 и 5-0. И вот сейчас он за 10 секунд нанес 6 уколов. 6-0. 7-0. Да. Ну, не знаю, что тут говорить. Наверное, ничего. Вот снова Соколов в атаке. И, ну, молодец. Молодец. Олег Морозов. Все-таки такое провальное... Провальное начало у него сумел остановить свое падение. Нанес один укол. А вот сейчас Вячеслав Егоров показал, что и второй раз он добился успеха. Однако, Соколов попросил посмотреть видеоповтор. Это было сделано. Однако, арбитр свое мнение не изменил. Да, Олег Морозов нанес два укола к ряду. И третий укол. Вот. Можешь, можешь, Олег, ведь. Готовы? Начали. Вы знаете, я не хочу, чтобы сложилось впечатление. А вот и Соколов включился, что болеет за команду Московской области. Это не так, но уж просто действительно жаль человека, который получил 7 уколов за несколько секунд. Но, тем не менее, поединок завершился. 25-23. Морозов. Знаете, то самое, что было буквально несколько минут назад. Тоже 3-9. Тоже выходил при счете плюс 4, а отдал при счете минус 2. И на дорожку выходит Андрей Матвеев, Григорий Семенюк. Это шестой поединок. А значит, у нас закончится второй круг. Очень интересная встреча. По многим причинам. Ну, во-первых, хотя бы по той причине, что... Ребята идут вровень во всероссийском рейтинге. Делят второе и третье место, набрав по 80 очков. Готовы? Начали. Но Матвеев, можно сказать, выступил неудачно. Он даже не вошел в число 16 сильнейших. Как я уже сказал, Григорий Семенюк был восьмым. Простите, седьмым был. Ну, в восьмерку сильнейших вошел, я имею в виду. Григорий Семенюк победитель первенства России среди кадетов прошлого года. То есть среди фехтовальщиков до 17 лет. И больше того, он серебряный призер кадетского чемпионата мира в Ташкенте. Так что, несмотря на то, что Семенюку только 17 лет, 18 ему исполнится 24 июля, он уже спортсмен такой, достаточно титулованный. В прошлом году он вообще выиграл три турнира. Юность Москвы. Открытый турнир на призы главы Одинцовского района он выиграл. И выиграл первенство России среди кадетов, как я уже говорил. Был вторым на новогоднем турнире в Казани. В общем, ну и серебро на первенстве мира. Ну, это в прошлом году. Тогда, повторюсь, он выступал среди кадетов. А сейчас перешел уже, можно сказать, в высшую школу. Юниоры. Но без призов не остался. На его счету есть третье место на всероссийских спортивных соревнованиях в Уфе в сентябре. Несколько раз было в восьмерке, в том числе и на этом первенстве России. Ну, а здесь у него будет, как минимум, серебряная медаль. Равенство баллов во всероссийском рейтинге пока оказывается справедливым. Это подтверждает и ход поединка. Был 2-2. Правда, сейчас вот Матвеев нанес третий укол. 3-2. И петербуржцы вышли вперед с разницей уже 28-25. Очень важно Семенюку здесь не проиграть, потому что в следующем бою у сборной Московской области на дорожке будет, ну, либо Олег Морозов, у которого, как вы видите, в финал просто не пошел. Либо его заменит Дмитрий Игнатов. И вот это как раз тот случай, когда петербуржцы могут переломить хоть встречу в свою пользу, уйти вперед. Ну и пока что, в общем-то, им это удается. Но вот сейчас... Нет. Хорошо, Семенюк защитился, атаковал, но укола не нанес. А вот сейчас здорово встретил Андрея Матвеева. И сократил разрыв в счете 29-26. Мне бы хотелось, скажем так, чтобы была упорная борьба. А кто выиграет, Санкт-Петербург или Московская область, честно говоря, ну, не очень важно. Кстати, такой тоже интересный факт, что пока первые шесть номеров программы выиграли представители шести наших разных регионов. Я это уже несколько дней подряд говорю во время наших репортажей. Потому что действительно интересный факт, говорящий о многом, говорящий о том, что фехтование в нашей стране развивается, развивается во многих регионах. Ну и вот пока шесть золотых медалей уехали в шесть разных регионов, как я уже сказал. Но здесь сейчас на ваших глазах определяется тот регион, который станет таким своеобразным лидером в командной гонке. Потому что и петербуржцы, и фехтовальщики Московской области уже имеют по одной золотой медали. Она была завоевана. И что интересно, опять же, в мужском турнире по шпаге. Петербуржец Олег Кныш выиграл личное первенство, а сборная Московской области по шпаге среди юношей победила в командном турнире. И вот какой-то из регионов получит второе золото. Андрей Матвеев сейчас нанес 30-й укол. Сделал счет 30-27 в пользу сборной Санкт-Петербурга. Выиграл эту встречу у Григория Семенюка 5-4. И посмотрим, что у нас будет Дмитрий Сребдольский. Да, несмотря на такой нокаутирующий удар в предыдущем бою, один Семен с Павлом Кормяным он настал. Выходит на дорожку. Не стали его менять запасной. Дмитрий Янчев, команда Санкт-Петербурга, тоже спортсмен весьма квалифицированный. И даже, кстати, в рейтинге он находится на одну строчку выше Дмитрия Сребдольского. Ну, тренеры предпочли ему, его тезку Дмитрия Сребдольского. Ну и Олег Морозов. Вот он на дорожке. Фехтовальщик, который проиграл с крупным счетом две предыдущих встречи. Но, что интересно, и в одном, и в другом бою, и с Андреем Матвеевым, и с Никитой Соколовым, лидерами петербургской команды, у Андрея Морозова были периоды, когда он брал инициативу в свои руки. Но держать ее не мог. Три укола подряд он нанес Соколову. Два укола подряд было, пропустив три первых, нанес Матвееву. Но, тем не менее, потом опять все-таки терялся и в итоге проигрывал встречи. Ну, а сейчас Сребдольский нанес уже один укол и попросил посмотреть видеоповтор. Видимо, он считает, что второй укол нет. Готово. Начал. 31-27. Петербуржцы впереди. Морозов атакует неудачно, но и Сребдольский не сумел нести уколы. Сейчас Дмитрий Сребдольский в атаке. Промах. 31-27. Всего стартовало 11 команд. Ну, а вот Морозов наносит укол. 28-31. Петербуржцы, так же как и фехтовальщики Московской области, начали турнир с четвертьфинала. И петербуржцы сразу же такой упорный у них был бой с первой сборной Москвы. 45-40 они выиграли. А вот потом, как я уже говорил, обыграли сборную Башкортостана первую команду. 45-33. Очень уверенные вышли в финал. Команда Мос области победила представитель Ярославской области. 45-33. И потом выиграла у сборной Самарской области. 45-36. Вот так эти обе команды двигались навстречу друг другу. И встретились в поединке за первое место. И пока что со счетом 31-28 сборная Санкт-Петербурга выигрывает. Но Олег Морозов сейчас, смотрите, отступая, отступая, но нанес укол. Тем не менее. И 29-31 счет стало. Знаете, это мне немного напомнило, как действовал в личном переносе Искандер Ахметов из Башкортостана. Он тоже весь турнир провел действие от обороны. Потом он в интервью рассказал, что такова была его задумка и план вместе с тренерами. Предоставлял соперникам возможность атаковать. Они атаковали, а он удачно действовал в защите. Набирал в итоге уколы и в итоге добился победы во всех поединках и, соответственно, в турнире. Искандер Ахметов стал победителем первенства России среди юниоров в личном первенстве. Ну и вот сейчас, видите, Олег Морозов тоже не идет вперед, но защита его в данном эпизоде оставляла желать лучшего. Готово. Сребдольский ее пробил. И еще раз. Да, вот видите, у Олега Морозова бывают такие, видимо, провалы. Но сейчас вот он действовал очень здорово. Снова сократил разрыв счета. 30-33. Ему, конечно, очень важно не отпустить соперника далеко вперед. Лучше бы, конечно, хотя бы ничейку зацепить, но не получается. Пока 34-30. Сребдольский уходит. Готово. Вперед. И снова в атаке. Удачи Морозов. И Морозов отыгрывает еще один укол. 4-4 становится счет во встрече Морозов-Сребдольский. И 34-31 петербуржцы выигрывают. Ну вот Дмитрий Сребдольский, затратив ровно половину отведенного времени, ровно полторы минуты из трех минут, завершает встречу победой в этом поединке со счетом 5-4. И 31-35. Сборная Санкт-Петербурга. Передим. Перед заключительными двумя боями, на которые выйдет сейчас Павел Кармин. Вот вы его видите. Представитель Московской области. А команду Санкт-Петербурга представит Андрей Матвеев. Вот он на ваших экранах, Андрей Матвеев. Он отлично начал этот сезон, выиграв первый же турнир. Турнир сильнейших памяти Володины. Точнее, первый день. В этом турнире спортсмены соревновались в течение двух дней. Первый день Матвеев выиграл, а во второй день занял шестое место. Был еще в призах на турнире сильнейших в Уфе. Ну, на международных соревнованиях больших успехов не добился, но, тем не менее, был обычно в очках. И вот так вот подсобрал в итоге очков на второе место во всероссийском юниорском рейтинге. Сокращает разрыв в счете Павел Кармин. 2-1 он выходит вперед в этом бою. И вы знаете, вот именно он пока что такой основной забойщик у сборной Московской области. Он выиграл первый бой у Никиты Соколова 5-3, потом в 7-1 выиграл у Дмитрия Сребдольского. И сейчас пока со счетом 2-1 выигрывает у Андрея Матвеева. Матвеев, видите, так осторожненько выжидая, идет вперед. Но Кармин был к этому готов и нанес еще один укол 34-36. Боим. Готовы? Начали. Ну, посмотрел я сейчас за тем, что творится в Париже. Так, открыл себе на мониторе окно в Париж и увидел, что Даниэль Агородцев выиграл у Дмитрия Трофимова. Выиграл со счетом 15-5. И таким образом в парижской восьмерке у нас представляет только Дмитрий Ригин, который встретится в четвертьфинале с итальянцем Джорджио Аволой. В других четвертьфиналах встретятся американцы Александр Массиалос и Джерик Мейнхарт. Еще один представитель сборной США Рейс Эмбодин встретится с Даниэлем Городцци. Италия Ригин с Джорджио Аволой. И Мадзенфей, представитель команды Китая, будет его соперником победитель пары Эдуардо Луперри, Италия, Петер Йопих, Германия. Этот поединок еще пока не завершился. Вот так вот видите у нас и Сочи, и Гданьск, польский и Париж. Все у нас сейчас. А вот посмотрите, как здорово Матвеев перехватил инициативу, нанес два укола подряд. Ну вот сейчас третий. Ну что-то сомнения видимо есть у Вячеслава Егорова. Я не заметил, чтобы кто-то из спортсменов просил. Точнее, чтобы Кармин просил видео повтор. Ну вот Вячеслав Егоров пошел все-таки посмотреть арбитр этой встречи. Укол не считается. Укол не считается. Более того, Андрей Матвеев получает желтую карточку. Готово. Начинаем. И 38-34. Счет в этой встрече. 3-3 счет в этом поединке конкретном. И еще минута. Матвеев атаковал. Удачно Кармин сейчас. По-моему, команда стоп. Да, команда стоп была раньше, чем Павел Кармин нанес укол, поэтому укол тоже не засчитан. 38-34. Ну вот сейчас в ближнем бою что? Тоже не засчитан укол. Готово. Начинаем. Ну а сейчас горит один фонарь и вопросов нет. Андрей Матвеев выходит вперед. Андрей Матвеев уводит сборную Санкт-Петербурга тоже вперед. Интересно, что они встречались в этом сезоне Матвеев и Кармин дважды. Но что интересно, оба раза на взрослом турнире на Кубке России в Смоленске. В личном первенстве в Пульке победил со счетом 5-4 Андрей Матвеев. И в командном первенстве они встретились в Смоленске. В бою тоже получилось на 5 уколов. 5-5 завершился этот поединок. Так что видите, у них была равная борьба в обеих встречах этого года. Ну и здесь сейчас тоже 4-3 впереди Андрей Матвеев. Пока что Павел Кармин пытается изменить ситуацию. Ему остается на это 25 секунд. Если Матвеев не нанесет 40-й укол, то через 25 секунд поединок все равно будет приостановлен и на дорожку выйдут Никита Соколов и Григорий Семенюк. Готово? Начинь. Это на ваших ранах был так, что Евгений Вольский, тренер в Басковской области. Видите, Павел Кармин сравнивает счет в этом бою 4-4. Готово? Начинь. Расстояние, правда, в 4 укола в пользу команды Санкт-Петербурга сохраняется. И вот Матвеев завершает свое выступление на первенстве России среди юниоров победой с результатом 5-4 над Павлом Карменным и 40-35. Преимущество в 5 уколов нерешающее, но довольно серьезное. Никита Соколов Григорий Семенюк встретится Никите Соколову предстоит его отстаивать Григорию Семенюку постараться сделать ну, если не чудо то, по крайней мере серьезный поступок. Способен он на это? Это мы сейчас увидим, но как интересный факт я вам скажу, что они встречались 4 раза и все 4 раза победил Семенюк причем побеждал постоянно довольно уверенно. Трижды они встречались в Уфе тогда дважды в пульках Семенюк выиграл 5-0 и 5-2 у Соколового и в туре прямого выбывания 15-11 это было в сентябре а в октябре на этапе Кубка мира в Бангкоке Григорий Семенюк выиграл 15-9 но сейчас ему нужно выиграть как минимум 10-4 было а сейчас уже один укол Соколов нанес и Семенюку таким образом нужно отыгрывать уже 6 уколов и не пропускать больше 3-х при этом потому что 45-й укол будет означать победу сборной Санкт-Петербурга ну вот и Григорий Семенюк тронулся с отметки с нулевой отметки нанес укол 41-36 петербуржцы впереди по-прежнему время еще много больше 2-х минут сейчас Семенюк постарался удивить своего соперника у него это не получилось Григория можно так легко отличить во-первых у него маска у Семенюка видите российского флага Никита ну у Никиты Соколова такая повязка темная на голеностопе сейчас был приоритет тактическая правота была на стороне Соколова поэтому его укол не был не был засчитан то есть он не попал в поражаемую поверхность а потому не был засчитан укол Семенюкам 41-36 продолжается эта встреча и 2 минуты остаются сразу после нее напомню вы увидите финал соревнованиях девушек сборные первые сборные команды Москвы и Татарстана будут бороться за золотые медали тоже очень интересный поединок готовы обещает по крайней мере быть Семенюк атакует неудачно время-то идет скоро уже надо будет рисковать но пока что видите Григорий разыграл и выиграл эту фразу нанес еще один укол и подтянулся немножко еще к Соколову но вот Никита Соколов в ответной атаке исполнил все так как нужно и выиграл эту фразу 42-37 ну буквально тут же и Григорий Семенюк ему ответил 42-38 еще чуть меньше полутора минут спортсменам осталось провести на дорожке если конечно они не закончат все чуть раньше ну а сейчас Никита Соколов еще приближает нашу северную столицу к золотой медали 43-38 сборная Санкт-Петербурга впереди отступая спаса третий как Григорий Семенюк сумел нанести гол 43-39 минута ну или или до 45 напомню идет уединок 44-й укол Соколова 44-39 4-4 в этом бою и вот теперь уже у Григория Семенюка фехтовальщика из Московской области права на ошибку нет но он ее тем не менее совершает а Никита Соколов выигрывает эту встречу со счетом 4-5 и приносит победу сборной команде Санкт-Петербурга 45-39 поздравляем петербуржцев назовем их Андрей Матвеев Никита Соколов Дмитрий Средольский Дмитрий Янчев новые чемпионы России среди юниоров по рапире мужчин в личном первенстве в соревнованиях девушек да девушку вы сейчас увидите награждение у нас будет по окончании финальная поединка девушек состоится награждение юниоров серебряные медали в этом виде оружия завоевали в рапире фехтовальщики первой сборной Московской области Дмитрий Игнатов Олег Морозов Павел Кармин Григорий Семенюк бронза досталась сборной команде Башкортостана в ее составе выступали Искандер Ахметов Марат Бакиров Александр Виноградов и Владислав Журавлев Продолжение следует... Продолжение следует...